Почему? Потому что так или иначе происходит недостаток, недополучение этой энергии. И эта чакра начинает, если она вообще вампир, то есть стоящая чакра, эти органы так или иначе надо чем-то питать, начинает брать энергию либо в третью, либо в первую, либо оттуда и оттуда. То есть она вампирит рядом стоящую чакру. У человека, у которого как минимум три чакры, очень плохо работает или вообще вампир, он называется энергетический вампир. Он, кстати, может быть абсолютно в этом не виноватый. Почему он стал энергетическим вампиром? Мало того, когда человек, есть разные виды вампиров, одни агрессоры, другие эритики. Я даже не знаю, кто хуже. По-моему, хуже всё-таки нытики. Они медленно, но уверенно, чётко присасываются и питаются от здорового человека. Помните, человек приходит, жалуется на третью чакру, тот подпитал его, а потом у него и кушать неохота, и растрошение, и всё остальное. Понятно, да? Второй чакры какая уже харизма, какая уже сексуальная энергия. Уже всё, уже подпитали вампиры этой энергетикой. Бывают энергетические удары, сделанные специалистами, такие как колдуны. У нас извращенное понятие маг и магия. У нас неправильное понятие. Маг – это не обязательно колдун. Продолжение следует...